В нашем недавнем ролике «Парадокс кинетической энергии» я изобразил вот такую схему – это автомобиль, который едет по дороге, и силы, показывающие взаимодействие автомобиля с дорогой. Желтая стрелочка – это сила, с которой автомобиль толкает дорогу назад, а оранжевая стрелочка, соответственно, сила, действующая со стороны дороги на автомобиль. Равные противоположно направленные силы, как и положено по третьему закону Ньютона. Я говорил, ну вот оранжевая сила автомобиль разгоняет. На что мне было замечено, что оранжевая сила, вообще говоря, не может разгонять автомобиль, потому что она приложена к неподвижной нижней точке колеса, к его мгновенному центру вращения. Кстати, у нас на эту тему есть отдельный ролик, вы можете его посмотреть. Скорость этой нижней точки равна нулю, ну и, соответственно, вкладываемая мощность произведения силы на скорость тоже равна нулю. Ну, а поэтому для того, чтобы понимать, что там происходит с силами и как разгоняется автомобиль, этой упрощенной схемы недостаточно. Ну и нужно изобразить более подробно силы, действующие на колесо, чем мы с вами сейчас и займемся. Чтобы все детализовать, изобразим само колесо, его ось и очень условно покажем подвеску, соединяющую ось с корпусом автомобиля. Ну, а теперь давайте расставлять силы. Сначала изобразим силы, действующие со стороны колеса на другие тела. Во-первых, это сила, действующая на дорогу и толкающая дорогу назад. А с другой стороны имеется сила, действующая со стороны оси колеса через подвеску на корпус автомобиля и толкающая этот корпус вперед. Теперь покажем внешние силы, действующие на колесо. Сила, действующая на колесо со стороны дороги, направлена вперед. А сила, действующая на колесо через подвеску со стороны корпуса, направлена назад. Теперь мы понимаем, что из двух сил, направленных вперед, разгоняет автомобиль не желтая стрелка, приложенная к неподвижной точке, мгновенной оси вращения колеса, а зеленая стрелка, приложенная со стороны оси к движущемуся вперед корпуса автомобиля. И еще, когда я нарисовал такую схему, я подумал, что здесь явно чего-то не хватает. В самом деле, если я уберу со схемы зеленые стрелки и оставлю только желтые, окажется, что они создают момент сил, раскручивающие колесо против часовой стрелки. Но вообще-то, когда автомобиль едет вперед, колесо вращается по часовой стрелке. А все дело в том, что на этой схеме не хватает момента сил, действующего на ось колеса со стороны двигателя через трансмиссию. Изобразим его круговой стрелкой, направленной по часовой стрелке. Теперь вернем зеленые стрелки на место. Конечно, есть еще вертикальные силы. Нагрузка автомобиля на задний мост и реакция опоры, но мы их рисовать не будем. Так что все нужные нам силы уже расставлены. И когда автомобиль движется с постоянной скоростью, колесо тоже движется с этой постоянной скоростью, а значит сумма приложенных к нему сил равна нулю. А еще оно вращается с постоянной угловой скоростью, а значит сумма приложенных к нему моментов сил тоже равна нулю. Ну и теперь мы можем подвести итог этому рассуждению. Как это сделал в одном из комментариев к предыдущему ролику Михаил Поволодский. Он указал на то, что сила, действующая на колесо автомобиля со стороны земли при разгоне автомобиля, меняет импульс автомобиля, потому что изменение импульса равно силе, умноженной на то время, в течение которого эта сила действовала. Но нельзя при этом говорить, что эта сила меняет энергию автомобиля, потому что когда мы запишем выражение для изменения энергии, здесь появится скорость той точки, к которой приложена сила. А скорость нижней точки колеса равна нулю, потому что эта точка является мгновенным центром вращения. И изменение энергии автомобиля происходит за счет того, что энергия, поступающая от двигателя, распределяется между корпусом автомобиля, ну и отчасти колесом, если мы учтем массу колеса. И не поступает извне. Вся энергия поступает от двигателя. Ну и вот эту тему, как работает колесо и за счет чего оно движет автомобиль. Иногда довольно смутно излагают и ведут большие споры на разных форумах в интернете. Ну, мне кажется, все могла бы расставить на свои места. Вот эта картинка из журнала «За рулем» конца сороковых или начала пятидесятых годов, где показано, что колесо это такой в своем роде рычаг. Нижняя его точка уперта в землю за счет трения. И когда мы прикладываем колесу вращающий момент, ось колеса, значит, с вот таким плечом равным радиусу, давит на, ну, соответственно, через подвеску, там, на тележку или на автомобиль и приводит его в движение. А теперь давайте посмотрим на бегуна на дорожке. Здесь ситуация в чем-то схожая с автомобилем. Вот у меня две стрелочки показаны. Это зеленая сила, с которой он толкает назад землю. А желтая это сила, с которой, соответственно, земля действует на его подошву. Ну, и то, и то, это сила трения. Но сила, которая действует на подошву, она не может совершать работы, потому что она приложена к неподвижной подошве. Так, за счет чего тогда бегун сначала набирает скорость, а потом поддерживает ее, несмотря на разные потери энергии? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.